Два возведенных еще несколько лет назад дома до сих пор без жителей. Главное – долгострой Чебоксар. Дома в микрорайоне Соленоя по улицам Гражданская и Калинина. Три позиции. У обманутых дольщиков последнего появился шанс получить ключи от квартир до конца этого года. Оптимистичные заявления прозвучали на пресс-конференции в мэрии Чебоксар. Они строили, строили, но что-то пошло не так. Дом на Гражданской должны были сдать в 2016-м, на дворе – 2019-й. Вокруг девятиэтажки все заросло травой, а руководитель Кротонстроя, организации которой должна была вручать ключи, приговорен к трем годам колонии условно. Однако у обманутых дольщиков все же появилась надежда на счастливый конец. На сегодня по Гражданской есть уже инвестор, который подал заявку в Минстрою России. То есть потенциальный инвестор мы уже видим здесь в том числе завершение. Единственное, там процедура займет, я думаю, не менее полугода с учетом необходимых процессов, которые законодатель сейчас предусматривает. На директора Алзы, который начал возводить многоэтажку в Соленом, тоже заведено уголовное дело. Он находится под домашним арестом. А бывший руководитель Победы, строивший дом на Калинина, подозревается в мошенничестве в особо крупном размере. И тут не все так просто. Юридическая коллизия. Трансформаторная подстанция оказалась оформлена не на ООО «Победа», а на ООО «СК Победа», которая не имеет отношения к строительству дома, но принадлежит учредителю обеих компаний. Администрация города уже обжаловала права собственности в суде, чтобы передать эти земли застройщику в лице конкурсного управляющего Ивана Ергунова. Его назначил суд. Он занимается возвратом средств для достройки дома. 18 миллионов уже нашлись. Еще есть часть средств, которые просто не дошли до предприятия, поскольку заключает договор долевого участия Шмаков Виктор Александрович не оприходовал данные средства застройщики, скажем так. То есть нарушена была определенная кассовая дисциплина. И куда эти деньги пошли, а это свыше 70 миллионов, пока выясняем, пока окончательного, скажем так, резюме мы не имеем. И все же именно насчет дома в ЖК «Воскресенская горка» по улице Калинина в администрации высказывали самые оптимистичные предположения. Разработанной дорожной картой мы планируем, что в этом году это возможно. Степень готовности там высокая. Есть, как я озвучил, ряд незавершенных работ. Это трансформаторная подстанция, то есть наполнение ее внутри. Это лифт, это вот парковки как раз, которые должны размещаться были. Ну и, собственно говоря, практически все. Сменить статус обманутых дольщиков на счастливых новоселов – задача непростая, но все же решаемая, считают в мэрии. Ирина Волкова, Павел Иритков, Республика.